Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире наш традиционный политический обзор на YouTube-канале «Взгляд с небесной». И в этом выпуске мы с вами поговорим о основных политических новостях, которые попали в нашу сферу зрения. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами я, Игорь Князев, с обзором основных политических событий этой недели на YouTube-канале «Взгляд с небесной». В самом начале нашего выпуска я обращусь ко всем нашим зрителям с просьбой поддержать евангельскую общину города Калуги во главе с пастором Альбертом Радкиным. Община переживает тяжелейшие времена. Как вы знаете, многие, наверное, из сообщений в интернете идет процесс отъема здания у общины, здания, в которые она вкладывала свои усилия и финансы на протяжении почти 20 лет. Община может остаться без крыши над головой. Позиция властей не имеет под собой никакой легитимной юридической основы. Гонения на верующих продолжаются, поэтому, пожалуйста, поддерживайте по возможности всех, кому плохо. А особенно трудно и тяжело сейчас евангельской общине города Калуги, и она нуждается в вашей поддержке. Итак, главной новостью уходящей недели стали продолжающиеся протесты, которые шли всю неделю в городе Хабаровске в защиту арестованного губернатора Фургала. По мере развития протеста лозунги меняли свою актуальность. Если в начале эти митинги и протесты в подаче средств массовой информации, по крайней мере, были как защита арестованного губернатора, то по мере развития протеста лозунги становились все более политическими. «Долой Москву!» и требования также выдвигались против диктата московских чиновников и их произвола на Дальнем Востоке. То есть потихонечку российское политическое движение разворачивается к своим основным, актуальным, важным темам. Темам федерализации отношений, темам взаимоотношений регионов и Москвы. И судьба конкретного губернатора, конечно же, очень важна, но уже не она определяет общественные отношения. А эти отношения определяются тем, что за прошедшие 20 лет регионы очень устали от диктата Москвы. Слово «москвич», вот я по своему опыту могу сказать, во многих регионах стало буквально ругательным. В любой город, куда вы приезжаете, вы обязательно услышите рассказ о том, как москвичи захватили, москвичи захапали, москвичи отжали, москвичи еще что-то сделали такое. Под этими москвичами, разумеется, имеются в виду представители бизнеса, силовых структур, которые приводят с собой в регион своих сателлитов, бизнес-сателлитов и прочее-прочее. И вот это раздражение Москвой, нарастающее в регионах, является очень важным маркером политических процессов в России. В Москве и Санкт-Петербурге в среду прошли публичные мероприятия, я даже не знаю, как их правильно назвать, митинги, пикеты со сбором подписей против поправок в Конституцию. И там, и там, и в Москве, и в Петербурге очередь из желающих оставить свою подпись выстроилась на многие улицы, практически на километры. И там, и там люди охотно выражали свое мнение, свое несогласие, свой протест. Закончились, однако, эти митинги, к сожалению, задержанием активистов, которые, конечно же, как всегда, не нарушали никаких законов, действовали абсолютно в рамках действующей Конституции, даже исковерканной поправками. Очень показательно, что в Москве, те кадры хроники, которые я видел, задержания проводились с какой-то особой жестокостью. И даже, может, правильнее здесь употребить слово не жестокость, а слово садизм. Вот с каким-то таким садизмом животным здоровые мужики в форме истязали и избивали тщедушного вида интеллигентных людей. Избивали их в автозаках, избивали их в отделениях полиции. Это показывает, что даже в такой, казалось бы, безвыходной ситуации всегда сквозь асфальт закатанного властью авторитаризма пробиваются ростки свободы. И то, что даже в такой ситуации, под угрозой ареста, уголовного преследования, люди выходят и публично выражают свое мнение, оставляет нам надежду на то, что все-таки мы что-то можем изменить. Я призываю благословение Божье на всех тех людей, кто отстаивает свою гражданскую позицию. Кто не боится выражать свое мнение. Правда на их стороне. Правда всегда на стороне тех, кто выступает с честных позиций, не подыгрывая той или иной правительственной группе или власти, а выступает честно с позиций основных ценностей. Свободы. Свободы совести, свободы слова, свободы вероисповедания. Потому что одной из самых пострадавших сегодня частей общества в России являются верующие. И те люди, которые выходят на Пушкинскую площадь и ставят подписи, те люди, которые выходят в Питере и в других городах, они защищают нашу с вами свободу. Свободу верить и исповедовать свою веру в Бога. Дай Бог им здоровья. Ну а в официальной российской власти идут свои процессы. Выступая на этой неделе на очередном совещании, президент Путин выразил глубочайшую, как принято говорить, фундированную мысль. О том, что не все нам нужно импортозамещать. И в государственные СМИ подали эту новость в таком контексте, что можно сделать вывод. За время действия программы импортозамещения в России заместили все. А теперь президент как бы притормаживает это и говорит, что вообще все-то не надо было. Все можно не импортозамещать. Вот что-то надо, а что-то нет. Так ласково пожурил Владимир Путин чиновников. Ну, это, конечно, для нас, обычных жителей Москвы и России, это какая-то совершенно другая реальность. Я думаю, что успехи российского импортозамещения хорошо знакомы любому человеку, который ходит в продуктовый магазин, в аптеку или, не дай Бог, оказался в больнице. Хорошо знакомы с результатами импортозамещения предприниматели, оставшиеся без западного оборудования, без комплектующих. Даже водители легковых автомобилей многих марок. Ну, а вершиной импортозамещения, наверное, можно считать самолет Суперджет, летать которым отказываются даже самые отчаянные экипажи компании Аэрофлот. Поэтому хорошо, что не все. Если бы все, мы бы, наверное, даже и не услышали этого замечания. Было бы не почему. Наверняка свой взгляд на импортозамещение есть у схиегумена Сергия Романова, который на этой неделе потребовал от Владимира Путина передать ему власть. Вообще, фигура мятежного схиегумена все больше и больше заполняет собой пространство религиозных новостей. Практически он на сегодня в религиозном сегменте СМИ стал фигурой номер один. И требование передать ему власть, требование навести порядок и многое другое многими людьми начинает расцениваться как обоснованное. По крайней мере, он вызывает все больше и больше симпатий. И если дело так пойдет дальше, то после епископов, архиепископов и митрополитов в полемику с мятежным схиегуменом, наверное, придется вступать самому патриарху. Ну что же, будем наблюдать. А у безмятежной настоятельницы Покровского женского монастыря, которая руководит гостиницами РПЦ, игумене Феофании, совершенно случайно был обнаружен Мерседес С-класса стоимостью почти в 10 миллионов рублей. Зачем Мерседес-монахине сказать трудно? Куда она на нем собирается ехать? Мне кажется, на таком Мерседесе очень трудно доехать до рая. Ну а в другую сторону, стоило ли покупать такой дорогой? И мы, конечно, уже привыкли к таким новостям, когда то или иное обнаруживается у высокого церковного сановника. Но здесь все средства массовой информации уделили внимание этому случаю именно потому, что не так давно в этом монастыре служил священник, у которого был болен ребенок. И он обращался за помощью к вот этой администрации и как-то все надеялись, что окажут помощь этому священнику. К сожалению, этой помощи оказано не было. Увы, ну вот, может быть, как раз вместо этой помощи был куплен этот Мерседес. Вообще, очень трудно комментировать такие новости. Я недавно прочитал, что в Соединенных Штатах одна небольшая церковь продала свои здания и потратила деньги на жилье для бедных. Я обязательно разыщу эту новость и дам на нее ссылку. И когда на фоне этого читаешь о том, как отказывая в помощи больным покупают себе Мерседесы высокие церковные начальники, ну, просто понимаешь, что Святой Дух, как шутят в католической церкви, Святой Дух хотя бы раз, наверное, хотел бы побывать в Московской Патриархии. Но как-то вот пока, видимо, не случилось. Программа 20.50. Да, друзья, вы не ослышались, на слуху у многих из нас еще программа 20.20, которую начали писать сразу после прихода Владимира Путина к власти. Я напомню, что это было масштабное национальное мероприятие. Программа 20.20 звучала из каждого утюга и рукомойника. Нас убеждали, что к 2020 году, спустя 12 лет после ухода Путина от власти, мы будем жить просто в сказочном царстве-королевстве, очередь на гражданство которого будет несколько раз опоясывать земной шар. По ходу развития, во-первых, Владимир Путин сохранился, а вот программа 20.20 куда-то делась. И куда она делась, не может ответить на вопрос никто из тех, кто ее разрабатывал. Национальные проекты недавним решением перенесены еще на 10 лет, до 2030 года, и приоритетом стало написание программ 20.50. Это беспроигрышный вариант, потому что даже если кто-то из действующих ныне политиков доживет до 2050 года, то он уже будет в том возрасте глубокой старости, когда отвечать уж точно ни за что не придется. Даже самый немилосердный суд в таком возрасте человека от наказания освободит. И ладно бы, если бы этим занимались правительственные круги и чиновники, но мы сегодня прочитали замечательную новость о том, что патриарх Кирилл презентует свою программу 20.50. Здесь надо отметить, что по тем утечкам, которые публикуют эксперты, вся программа будет посвящена презентации, развитию и углублению симфонии отношения церкви с государством. По замыслу программы в тех анонсах, которые мне удалось прочитать, к 2050 году церковь будет не просто государственной или частью государства, она растворится в государстве. Ее уже невозможно будет от него отличить. Посмотрим, подождем презентации. Может быть, утечки как-то искажают информацию об этой эпической работе и эпической программе. Может быть, как-то там по-другому. Хотя надежды мало. А на фоне программ 20-50 на юге России идут очень сложные процессы, которые принято называть войной памятников. В Адлерском районе Сочи был снесен, демонтирован памятник генералам кавказских войн. Вообще, юг России в этом отношении очень сложный регион. Коренное население, которого, черкесы, очень сильно пострадало и было почти истреблено в ходе вот этих войн 19 века, когда Россия захватывала эти территории. И более ранних войн, и тех процессов столкновений, которые продолжались там и далее. И вот как раз этот случай показывает, насколько реальная ситуация в стране отличается от такой лубочно-слащавой картинки в межнациональных, межрелигиозных отношениях, которые нам постоянно предлагают и навязывают федеральные СМИ. Там, что не включи, сплошь дружба народов, любовь к друг другу и всеобщее единение вокруг программы 2050, новой конституции и вечного правления Владимира Путина. Но как только мы спускаемся на один уровень ниже в реальную жизнь региона, мы видим массу противоречий, массу взаимных претензий и массу конфликтов в восприятии истории и в восприятии роли народов в одной и той же стране. Посмотрим, как будет развиваться ситуация дальше. Будем проявлять к ней очень пристальное внимание. Ситуация знаковая и во многом показательная для нашей страны. Христианский собор Святой Софии вновь стал мечетью. Пробыв без малого по-моему 90 лет музеем Святой Софии вновь возвращен статус мечети. Это событие казалось должно было бы вызвать ну вот просто невероятный по масштабу клинч между церковными иерархами, религиозными кругами разных церквей, церквей разных стран и правительством Турции. Но ничего этого не произошло. Очень вялые, очень скудные комментарии к этому событию прозвучали и не от всех православных церквей. И как-то можно сказать, что это событие не вызвало большого резонанса. Это и хорошо и плохо. Хорошо, потому что Турция, несмотря на все то, что там делает режим Эрдогана, все же остается светским государством. По крайней мере пока. По крайней мере пока там свободно действуют христианские церкви. По крайней мере пока там сохраняется религиозная свобода. При свертывании, а часто и почти отсутствии политической свободы. А плохо это потому, что это событие не вызвало никаких дискуссий, скажем так, глубоко религиозных и религиозно-философских. А вообще ведь вот глубокие метафизические вещи, они всегда строятся вокруг какой-то символики, вокруг каких-то вот глубоких по значению вещей и в том числе объектов, например, как в отношении святых места Иерусалима и так далее, и так далее. А здесь изменился статус и меняется роль одного из главных памятников, если так можно сказать, христианства. И все очень вяло, тихо, ни одной конференции, ни одного какого-то собрания, ничего такого, никакого осмысления, реакции, рефлексии. Дежурные заявления, дежурные отписки, ну и в общем-то новость довольно быстро пропала с первых страниц и с первых позиций в новостных сообщениях. Мне это кажется очень показательным и не совсем заслуженным. Все-таки это та новость, которая заслуживала бы глубокого разговора и серьезного анализа. Может быть, он еще произойдет, посмотрим. А в Польше победу на выборах одержал действующий президент Анджей Дуда. Анджей Дуда представлял и представляет консервативную часть Польши. это верующие люди с традиционными христианскими ценностями. Противостоял ему либеральный мэр Варшавы, который занимает по многим вопросам другую позицию. И нужно отметить, что Дуда победил с минимальным отрывом в пределах процента. Счет шел на доли и так далее. Эта победа конечно не триумфальная, не сокрушительная, но все же победа. Все же Польша получила еще какое-то время на то, чтобы выработать адекватный ответ наступающему на всех нас секуляризму и разного рода движениям леватского толка, противостоять которым может только традиционный, консервативный, правый сегмент общества. Дай Бог, чтобы у Польши это получилось и все смотрим на нее с вниманием и интересом. Господи, благослови Польшу, на вас братья вся надежда. Ну а наши заокеанские друзья продолжают нас то ли радовать, то ли огорчать, но в любом случае удивлять и новостями о введении очередных санкций против России. На этой неделе были введены санкции против компаний близкого к Путину бизнесмена Пригожина и вышли на финальную стадию санкции против проекта Северный поток, который администрация Дональда Трампа на протяжении последних месяцев и чуть может более года активно добивается отнесения к разряду самых подсанкционных. Здесь очень важно понимать, что вот эти санкции, которые сейчас вводят Соединенные Штаты, это штука чрезвычайно долгоиграющая. Если там компании Пригожина сегодня есть, завтра нет, то санкции против международных проектов России будут иметь значение на протяжении очень многих лет. Я сам в начале 90-х столкнулся с действием санкционной поправки Джексона Веника, которая ограничивала торговлю Советским Союзом, наказывая его за препятствие к выезду евреев из Советского Союза. Так вот, покупая оборудование уже в начале 90-х в Новой России, мы с огромным трудом добивались принятия решений о разрешении нам поставок этого оборудования. Это было бы почти 30 лет назад, а представьте, какое долгое время будут теперь действовать эти поправки и эти введенные санкции. Вот уж точно, как минимум до 2050 года. Поэтому и нашему правительству, наверное, и Патриархии, разрабатывающие с программой 2050, одним из пунктов нужно внести добиться отмены американских санкций. Ну и в завершении вновь к нашим российским реалиям. На этой неделе компания Газпром анонсировала повышение цен на газ для населения. Всего уже в этом году с учетом инфляции цены на газ повысились примерно на 8%, а с 2014 года их рост уже перешагнул 20-процентную отметку. Цены на газ будут расти и дальше, как и на цены на бензин и на все услуги неестественных монополий. В одном из предыдущих выпусков мы говорили о механизме демпфера, который сглаживает убытки поставщиков нефти на внешние рынки российских, когда из-за обвала цен на нефть этот механизм повышает цены внутри России, таким образом компенсируя убытки добытчиков и экспортеров. Та же ситуация примерно происходит и с газом. Статистика по Газпрому удручающая. Падает объем поставляемого газа, причем падает просто в огромных показателях. Снижается и сама цена на газ, но если снижение цены на газ это фактор рыночный, то падает объем поставок газа из-за проводимой европейскими странами политики диверсификации поставок, привлечения альтернативных источников энергии и поставок сжиженного газа из Соединенных Штатов. Динамика это показывает, что доля Газпрома на европейском рынке будет в ближайшие годы очень сильно снижаться, уменьшаться, падать, выручка будет падать, ну а поскольку предприятия такие как газкорпорации, как Газпром, они себе не привыкли ни в чем отказывать, нам нужно будет ждать очередных повышений цен на газ. И обратите внимание, цена на газ в Европе, как и в мире в целом, снижается. В России, наверное, единственная страна, где цена на газ растет, и цель этого роста одна, не дать нашим газовщикам почувствовать ухудшение своего положения, чтобы они продолжили себе ни в чем не отказывать, щедро швыряясь деньгами налево и направо, деньгами из нашего кармана. Дорогие друзья, вот такими были новости прошедшей недели. Будем надеяться, что неделя наступающая принесет нам больше хороших новостей и больше поводов для оптимизма. С вами был Игорь Князев. Храни вас Бог. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok